Добрый вечер! Как всегда в это время в эфире итоговый выпуск Вести Молдова в студии Алиса Коряк. Для начала коротко об основных событиях первого зимнего дня. МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Подробности далее. Переговоры начались. Либерал-демократы передумали и пошли на диалог с демократами, либералами и группой Юрия Лянко. Первый раунд прошел сегодня. Депутаты от ЛДПМ встретились со всеми потенциальными партнерами по отдельности. Уже по традиции формирования правящих коалиций в Молдове сначала поговорили о принципах и ценностях. Либерал-демократы выдвинули свои условия, которые трем другим партиям предстоит обдумать. Либерал-демократы выдвинули три основных условия своим партнерам по переговорам. Освободить государственные институты от политического влияния, обнулить все предыдущие договоренности и назначить премьер-министра извне политики. Каждая партия может предложить своих кандидатов извне партийных рядов, которым будет доверять общество. Позже в ходе обсуждения мы должны достичь согласия предложить одну или несколько кандидатур президенту Тимофти, который, в свою очередь, пользуясь своим конституционным и законным правом, предложит кандидата, который более всего подходит и которого поддержат партии. Либералы были первыми в переговорном списке ЛДПМ, и идея с аполитичным премьером им по-прежнему не нравится. И я спросил, как он может быть аполитичным? То есть сегодня аполитичный, а завтра политический? Будучи уже утвержденным, премьер-министр продвигает политику государства. Я думаю, что будет трудно найти понимание по этой проблеме. Против аполитичного главы правительства настроены и трое независимых депутатов во главе с Юрием Лянко. Аполитичный премьер не сможет работать намного эффективнее. Обладать постоянной политической поддержкой, опираться не только на правительство, но и на всю власть, что означает реформу регулирующих институтов, юстиции. Нельзя взять технократа и поставить его во главу правительства, чтобы он занимался только определенными вещами, а остальные политики, чтобы занимались юстицией или реформой регламентирующих институтов. Кроме того, либерал-демократы настаивают на том, что действующий спикер должен будет подать в отставку не позднее, чем в момент утверждения правительства. Однако демократы, под чей квоте Андриан Канду стал председателем парламента, призывают вообще отказаться от условий. Мы должны отставить в сторону всякие условия. Есть позиции партии, есть идеи, есть видения, которые нужно выложить на стол и всем вместе обсудить. Мариан Лупу сообщил, что завтра должен состояться первый этап совместных четырехсторонних переговоров по формированию нового большинства в парламенте. У либерал-демократов, демократов, либералов и группы Лянко вместе 54 депутата. Между тем, завтра у парламента пройдет массовый протест. Специальное заседание, посвященное слушаниям по расследованию кражи миллиарда евро из молдавских банков, начнется в полдень. Митинг собирается к половине двенадцатого. Завтра в 11.30 перед парламентом состоится акция протестов, в которой мы призываем принять участие всех граждан, чтобы убедить парламент принять решение относительно арестов ответственных лиц и предпринять действия для возврата хотя бы части украденных денег. Специальные слушания пройдут по инициативе ПСРМ. Депутаты заслушают руководство Национального банка, Службы информации и безопасности, Генеральной прокуратуры, Национального центра по борьбе с коррупцией и других силовых структур. К другим темам. 1 декабря – день, когда по улицам Кишинева уже традиционно проходит так называемый марш у НИРИ. Несколько десятков человек собираются под румынскими флагами и шествуют по столице с лозунгами об объединении с соседней Румынией. В этот раз все прошло спокойно, без инцидентов. Прохожие на неоднозначные выгрыки реагировали без особого энтузиазма, но и агрессию, к счастью, события не вызвало. Этот день очень значим для румынского народа. День, в который объединилась – это большая и сильная страна. И мы отмечаем этот важный для нас день и хотим, чтобы люди поняли важность этого для нынешнего народа – снова объединиться с родиной-матерью. Пришел сюда, потому что в душе я уже давно румын. Еще с 65-го года, со службы в армии. Я мечтаю об объединении и вижу, что Господь его приближает. Я почитаю этот праздник, ведь все румыны должны объединиться в одну страну. Дай Бог, чтобы это произошло как можно скорее. Румыния – наш единственный шанс выжить, я бы так сказала. Шанс для будущего республики Молдова. Широкой поддержки у прохожих в сегодняшнее шествие не нашло. Большинство людей считают, что ни молдавский, ни румынский народ не заинтересованы в объединении. Вот эта бодяга, по-другому я не могу назвать, она началась лет 30 назад и до сих пор ни к чему молдавский народ не привела. Ни молдавский, ни румынский. Это популизм. И даже слово «унири» – единство, как бы оно ни переводилось на любой язык, не является основополагающим. Основополагающим является театр, спектакль, который выполняет чей-то заказ и за чьи-то деньги. Думаю, что в политике есть черные кардиналы, которые подталкивают людей к таким действиям. И люди сами не понимают сложность всей этой проблемы, поэтому верят ложным обещаниям. Это ничего не решает. Решать нужно на уровне политики, там внутри, там принимать голоса. А когда там будет действие, здесь будет поддержка. 1 декабря 1918 года считается днем образования современной Румынии. Для соседней страны это главный национальный праздник. Информационную картину дня дополнит обзор событий в стране в рубрике «Короткой строкой». Выборы в Приднестровье закончились победой оппозиционной партии «Обновление». Это политформирование, противостоявшее в предвыборной гонке властям Приднестровья и финансируемое холдингом «Шериф», одержало уверенную победу на выборах Верховный Совет, не признанный ПМР. Партия получила как минимум 31,43 депутатских мест. Лидер региона Евгений Шевчук, активно использовавший в предвыборной кампании админресурс, против обновления проиграл. Теперь, считают эксперты, конфронтация между законодательной и исполнительной властью в Приднестровье сохранится и будет нарастать по мере приближения выборов президента, которые должны пройти в следующем году. Четверым заключенным из группы Петренко продлили арест на 90 дней. Суд столичного сектора «Рыжкановка» удовлетворил ходатайство прокуроров. Продление заключения под стражей еще троих, в том числе экс-депутата Григория Петренко, суд рассмотрит 7 декабря. Вчерашнее заседание продлилось почти 10 часов и закончилось поздно вечером. Адвокаты готовятся протестовать решение в апелляционной палате. Григорий Петренко тем временем написал из СИЗО номер 13 письмо лидеру социалистов Игорю Дадону. Экс-депутат рассказывает в послании о том, что на 1200 заключенных в тюрьме приходится всего 7 экземпляров всех газет и 2000 книг, из которых на молдавском языке не более 30. На всю тюрьму только 4 экземпляра уголовного кодекса. Короче, полный бардак, пишет Петренко. Лидера партии «Наш дом Молдова» и шестерых его сторонников задержали 6 сентября при попытке установить палатки у здания Генеральной прокуратуры. Они обвиняются в организации массовых беспорядков. Активистам грозит лишение свободы сроком до 8 лет. Неделю назад должны были состояться судебные слушания по существу дела группы Петренко, однако заседание перенесли на неопределенный срок в связи с тем, что ни одного из семи фигурантов не доставили в суд. Адвокат Петренко Анна Урсаки тогда заявила, что отказ заставлять зал заседания Петренко и его товарищей объясняется одной причиной – страхом правящего режима перед тем, что дело будет банально развалено в суде. Объем денежных переводов из-за рубежа сократился почти на треть. С начала года в Молдову от рабочих мигрантов поступило меньше миллиарда долларов, в то время как в прошлом году эта цифра была почти на 33% больше, говорят данные Национального банка. В октябре в Молдову прислали лишь 95 миллионов долларов, что на 5 миллионов меньше, чем в сентябре и почти на 50, чем в октябре прошлого года. Абсолютное большинство средств отправили через систему международных денежных переводов – больше половины в долларах США, треть в евро и больше 20% в российских рублях, доля которых в трансфертах сократилась в октябре на 5%. За рубежом трудятся, по неофициальным данным, порядка миллиона граждан Молдовы. Денежные переводы молдавских мигрантов составляют четверть размера ВВП. Исторический максимум был зарегистрирован в 2008 году, когда гастарбайтеры перевели на родину 1 миллиард 660 миллионов долларов. Новости культуры. В эти минуты на Кишиневской сцене разворачивается грандиозное шоу. Балет «Великий Гэтсби» привезли в Национальный дворец. Над его созданием трудится международная команда профессионалов. Спектакль, который сочетает в себе самые сильные стороны параллельно существующих видов искусства, классического балета, современного танца и кинематографа, так описывают это сценическое великолепие его авторы. С потрясающим успехом «Великий Гэтсби» танцевали в Киеве и Риге, в Москве и Санкт-Петербурге. Наконец пришла очередь и молдавской столицы. Мы вернемся в сумасшедшие 20-е годы, в годы сухого закона, сумасшедшего джаза, легких отношений и определенных каких-то моральных безумств. И в то же время мы окажемся вне времени, потому что такие чувства, как дружба, надежда, любовь, разочарование, ненависть, ну и все-таки всеобъемлющая надежда. Балет создан по мотивам знаменитого романа американского писателя Фрэнсиса Скотта Фиджеральда. В постановке соединены классика и новое направление в современном танце-контемпорарии, в котором смешались всевозможные техники и стили. Автор всех движений на сцене – фигура легендарная в своей стихии Дуайт Роден. Это самый востребованный хореограф современности. Он работает с цирком Дю Салей, ставит шоу для мировых рок- и поп-звезд, а также сцены для голливудских фильмов. Эмоции самые лучшие, очень интересно работать. Хореография Дуайта очень нестандартная и интересная. Попробовать пластику, наверное, любому каждому артисту очень нужно и полезно. И вообще, чем больше разного, пробовать, тем полезнее, интереснее. У меня роль Джордж Вилсон, роль маленькая, но, как мне сказал Дуайт, очень ответственная и очень выразительная. Поставленную задачу, которую мне поставил Дуайт, сказала, какая я должна быть. Ну, я знаю, я там читала книгу, смотрела фильм, примерно понимаю, какая она. Вот, работать безумно приятно. У нас безумно прекрасный коллектив, все дружные, все друг друга поддерживают. И побольше бы спектаклей, побольше бы мы ездили. Музыку для балета написал известный композитор Константин Меладзе. Мировая премьера Великого Гэтсби состоялась год назад в Киеве. Бюджет постановки больше миллиона евро. Сказка как способ предупредить детские страхи, наркозависимость и компьютерную игроманию. Такой подход предлагают использовать в системе образования основатели Международного центра по профилактике аддиктивного поведения. Такого рода метод укрепления моральных и нравственных принципов в детском сознании эффективно работает в России и европейских странах. Однако молдавский Минпросвет пока молчит. Ни авторам идеи, ни нам не удалось выяснить, что там думают о сказкотерапии. Сказка – своеобразный кладезь жизненных ситуаций, с которыми ребенку неизбежно придется столкнуться. Она подсказывает ему, как нужно поступать, раскрывает проблемы, а в придачу еще и учит их решать. При этом многие сказки куда глубже, чем кажется на первый взгляд. Так считают сотрудники Международного центра по профилактике аддиктивного поведения. И предлагают внедрить в отечественную образовательную систему метод сказкотерапии. Его суть вот в этих красочных книгах, которые рассказывают ребенку волшебную историю. И весь ее скрытый потенциал используется в его же благо. Первая книжка называлась «Сказка о потерянной радости». Это антинаркотическая книжка, сказка, в которой ни разу вы не увидите слово «наркотики». Мы не использовали слово «наркотики» для того, чтобы не вызвать у детей любопытства. Вторая книга, вышедшая в свет, называется «Кроссовка и шлепанец. Средство профилактики компьютерной игромании». Затем появилась страшная сказка. Презентация последней состоялась в педагогическом институте имени Иона Крянга. И, как говорят авторы, она стала результатом весьма кропотливой работы. Каждое слово мы рассматриваем, тщательно анализируем с разных точек зрения. С психологической точки зрения, с педагогической. Все должно быть выверено, четко. И, более того, сказка должна быть не просто каким-нибудь инструментом, это должно быть произведением искусства. Сказка-терапия – это коллективный труд. В нем задействованы психологи, преподаватели, социологи и, конечно же, художники. Садишься, читаешь, у тебя сразу в голове возникают персонажи какие-то, образы. Ты начинаешь их тут же рисовать. Вот они в течение, не знаю, сам образ уже складывается в течение одного-двух дней. Сотрудники центра собираются предложить детям, преподавателям, а также родителям интерпретировать на свой лад сюжет сказки. Для этого они посетят школы и детсады с лекциями. Мы хотим, чтобы получить здоровое общество, потому что наши чиновники некоторые не понимают того, что если у нас будет вот это новое поколение, которое растет, будет поколение зависимых, о какой свободе мы можем говорить, о какой демократии, о какой целостности нашей страны. Авторы проекта, несмотря на все попытки, пока не получили официального ответа от Министерства просвещения. Не удалось добиться комментариев и нам. Руководство ведомства на телефонные звонки журналистов не отвечает. Тем временем более 70 дошкольных заведений уже поддержали инициативу Центра профилактики аддиктивного поведения. Еще 100 школ и детсадов из разных регионов получат в ближайшее время книги. Здесь же пройдут специальные тренинги. Последняя страшная сказка вышла тиражом в 10 тысяч экземпляров на русском, молдавском и английском языках. Печать последующих книг планируется, в том числе на болгарском и гагаузском. На главной елке страны в эти самые минуты зажигают праздничные огни. В сквере у Триумфальной арки собрались и взрослые, и дети. Несмотря на дождь и ветер, настроение царит праздничное. ПЕСНЯ Для кишиневцев мэрия подготовила концерт с участием отечественных звезд эстрады и детских коллективов. Елку в этом году срубать не стали, а нарядили одну из тех, что растет у арки. Чтобы она была пышнее, к ней прикрепили дополнительные ветви. Правда, тут многие раскритиковали премырию за разный цвет хвои. Также в этом году не стали покупать новый гирлянд и украшений, обошлись прошлогодними. Рождественский городок, который традиционно открывается 1 декабря, заработает позже, говорят в мэрии. Суматоха с празднованием Нового года в центре столицы связана с бессрочным протестом, который развернулся у Дома правительства и занял всю площадь. Такими были новости первого дня зимы. Подробную информацию о происходящем в нашей стране и мире вы можете узнавать круглосуточно, зайдя на наш сайт rtr.md. Далее вас ждет прогноз погоды. Я же Олеся Кайряк. На этом с вами прощаюсь. Приятного вам вечера и до встречи в эфире. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова